Владимир Матвеевич, уважаемые жители Белохолуницкого района. У нас уже зимой этого года состоялась встреча, которая была посвящена и реализации мероприятий программы модернизации и тем проблемным вопросам в системе здравоохранения, которые имели место в Белохолуницком районе. Что мне хочется сказать? Вот сегодня уже глава района отмечал демографические показатели и действительно следует отметить, что рождаемость в Белохолуницком районе в 2012 году она лишь чуть отставала от показателя Кировской области. За первые пять месяцев 2013 года жители Белохолуницкого района добились определенных успехов и показатели рождаемости, приведенных годовому, составляют 14,4 на тысячу населения. Хочется сказать, так держать. Но показатель смертности, к сожалению, остается высоким. В том числе показатель смертности населения в трудоспособном возрасте. И если мы будем рассматривать именно три основные причины смертности, то в Белохолуницком районе онкопатология и внешние причины занимают примерно равные позиции, а лидирующее место занимает сердечно-сосудистая патология. Показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 20% превышает средний областной показатель. В связи с этим было принято решение с 1 июля, поскольку у нас формировалась экономия средств по программе лекарственного обеспечения, включить в эту программу Белохолуницкий район. Почему именно Белохолуницкий район? Потому что два муниципалитета, это город Слободской и Слободской район, стартовали по этой программе с начала 2013 года. Мы видим уже первые положительные результаты, полная оценка будет произведена чуть позже. Слободская центральная районная больница является межрайонным центром, который отвечает в том числе за здравоохранение Белохолуницкого района и может оказать методическую помощь. Поскольку решение было принято еще в июне месяце, в больнице была проведена достаточно серьезная работа по созданию реестра пациентов. И, как меня информировал Игорь Федорович, 2,5 тысячи жителей Белохолуницкого района имеют такие заболевания, как артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца, не имея права на льготное лекарственное обеспечение. Таким образом, за счет бюджета области эти пациенты будут не только получать лекарственные препараты с оплатой в размере 10%, но еще и будут проходить обучение в школе пациентов, а следовательно, будут больше знать о факторах риска своего заболевания и методах контроля симптомов. И мы надеемся, что те положительные результаты, которые получены в Слободском районе, они также будут достигнуты и в Белохолуницком районе. Далее, что хотелось бы сказать о программе модернизации. Вот здесь объем вложенных денежных средств, он очень большой, порядка 75 миллионов рублей. Почему? Потому что материальная база Белохолуницкой центральной районной больницы, как вы знаете, особенно состояние поликлиники, да и состояние стационара оставляли желать лучшего. И вот именно на эти объекты были направлены основные средства программы модернизации. Последний раз мы приезжали сюда накануне Дня медицинского работника, посмотрели отремонтированное здание поликлиники. Здание стационара мы были чуть раньше. Но я надеюсь, что жители Белохолуницкого района увидели это и, самое главное, будут бережно к этому относиться. Я не устаю повторять, что вот программа модернизации, это действительно та палочка-выручалочка в размере почти 7 миллиардов рублей, которая пришла в Кировскую область. Поверьте, что и для правительства Кировской области, и для департамента здравоохранения, и для всех руководителей лечебно-профилактических учреждений было достаточно сложно воплотить наши планы в жизнь.